Всем привет дорогие друзья, с вами Фёст Ван и мы вновь играем в Сюрвайвл Сити. Единственное, что сразу скажу, ребятки, это будет последнее видео по игре. Дело в том, что просто потерял интерес, знаете. И иногда бывает такое, что, ну я допустим, я игроман, я постоянно в что-то играю, не могу в что-то не играть. Но иногда ты в что-то играешь, знаете, уже так на автомате. И пока ты не начнёшь какую-то другую игру, ты не понимаешь даже, что тебе вот эта игра, в которую ты играешь, она уже на самом деле поднадоела и тебе уже не так интересно. А знаешь, а потом вот начинаешь играть в какую-то, в одну игру, я вот сейчас несколько новых игр начал играть. И про Сюрвайвл Сити я просто про него забываю. Такой, а, чё там, надо вроде зайти, чё-то поиграть, да, я же в Сюрвайвл Сити играл. Да чё-то неохота, я лучше сейчас в другую игру зайду, в которую я играю, да. То есть я сейчас начал прохождение игры Хорн, что-то там, Оушен Хорн. Он начал играть в Портал Кнайтс, начал играть в Хейт Стар. И как-то мне даже вот неохота заходить в Сюрвайвл Сити. Но тем не менее, я хочу, во-первых, как бы было бы, ну, ну, кто-то ждёт, да, продолжения. И поэтому надо снять продолжение. И в этом продолжении уже сказать, что видео больше по игре не будут. И, во-вторых, нам бы хорошо бы это, добить вот как раз вот эту полосу выживания. Она здесь, изначальная шкала рассчитана на 30 дней. И вот как раз сегодня мы этим делом займёмся. Сделаем, ребятушки, тридцаточку. Смотрите, что у нас тут творится по народу. У нас просто целая армия, ребята, просто несметное войско бойцов. Я не знаю, как мы сейчас ночь... Я даже боюсь представить, как мы таким войском переживём ночь. У нас нет автомата. Есть пистолёт для девчонки? Девчонка, есть для тебя пистолет? А то что-то без оружия. Вот, смотрите, так намного лучше. Зелёный пестик. Хорошо, ну, как бы не тычинка и слава богу. Ладно, поехали. Улучшать сейчас ничего не буду. Просто, просто, ребят, поехали. Мне кажется, такой, вот такой делегации у меня ещё ни одной ни разу в борьбе не было. И мне... Ну, мне даже просто интересно посмотреть, как это будет. Давайте. 12 патронов тратим за раз. Единственное, что их сейчас скормить же, всех надо будет. Смотрите, 3, 6... А, смотрите, похоже, больше 6 бойцов на ночь выставить, наверное, и нельзя. То есть, если бы у меня было 7 выживших, наверное, уже было бы нельзя. Не знаю. Ну, как бы я вижу, что там 6 ячеек сейчас было. Ночь 25-ая, ребятушки. Ночь 25-ая. Зомб, зомб-уворот. Давайте сразу куда-нибудь на вышке, да, и расставим. Так, здесь снайпер. Вот эту девчонку поставим на вышку. Это у нас дробаши, да? Побежали у нас. Кабанидзе. Скабанидзе разберётся с Ванидзе. Так, 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 так. Здесь у нас вот этот парень, наверное, сейчас дробаша будет наяривать. Они как раз сейчас будут мимо проходить, и им так дыдыщ. Дыдыщ. Вот этот парень подальше бьёт, чем дробаш, поэтому мы его сюда поставим. Всё-таки дробаш для ближнего боя. Так, здесь как раз снизу разберётся. Ты, девочка, на вышке, чё? Давай здесь хотя бы постоять. Тебя хотя бы какая-то польза тут будет, а то там стоишь в вышке. Хоть с вышки вроде высоко гляжу, далеко сижу, но она всё равно ни до кого не достаёт. Так. Вторая волна пошла. Поехали эти. Эники-бэники к нам едут в арене, ребята. Это очень плохо. Так, тем более у нас дробаш. Блин, мы как-то так... Ну, давай, 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 успеешь. Он не успевает их сносить. Да, вообще, плохой вариант был. Очень плохой. Чё, и этого вареника не успеете отстрелить? Так, нам бы кого-нибудь, 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 кого-нибудь. Может, тебя, блин. А то чё-то вареники прорывают оборону, ребят. Так вообще не годится. Нет, даже ладно. Ты там сиди, где сидишь. Найс. Найс. Плохо, да, у нас здесь не очень сыграли в этом углу. Сейчас, короче, на следующей волне уже давайте лучше думать. Слева-снизу иду, да? Слева-снизу в основном. Ну, сейчас, наверное, кто-то ещё пойдёт. Давайте сейчас сюда снайпера поставим. Этот дробаш нифига не достаёт. Сверху попёрлись. Сюда дробаш ставим, чтобы отстреливать вот эту всю ерунду. Вареник, вареник, подстрелите. Снайпер, давай на вышку, наверное. А ты вот сюда. Так, ты, девочка, чё тут тоже? Давай тут тру... А, блин, уже всех разбили. Ну, давай сюда вот встань, да, и сейчас мы сделаем ей тро-ля-ля. И ты тут с дробаша в спину им... А, ну, уже не важно. Так, ладно, двадцать какая-то. Двадцать шестая ночь, да, мы её пережили. Мы тут открыли какой-то мышечный, добрый, хороший сундучок. Ночь прожита. Слава богу. Нам бы теперь ещё день продержаться. Сколько сейчас морковок нам надо будет сожрать, чтобы всё это, всё это братью нашу прокормить. Дают нам золото. А вот эту морковь нам, по-моему, не дадут, потому что она в склады не влезет. Сейчас вот эта морковь в склады не влезет, и новую морковь мы сожрём, да. Вот, из двадцати пяти хлоп 15 съедаем. И остаётся всего 10. То есть нам сейчас, чтобы всю эту ватагу прокормить, нужно 15 морковок, ребята. А та морковка, которую мы получили, мы её не получили. Вот в чём прикол. Так, ладно, куда мы сейчас пойдём? Какой долгий поход? Один день и два часа. Вы чё издеваетесь? Всего лишь поход за морковкой. Один день и два часа? А чё делать? А делать-то нечего. Морковка нам нужна. Но ты пойдёшь. Куда деваться? Один день будешь шастать? Ну а чё делать? Иди. Ты у нас самый умный. Поэтому пойдёшь за морковкой. Так мы обычно поступаем с самыми умными. Далее чё? Далее всякие заборчики, да, чинить. Всё чинить, ребята. Всё чинить. Чиним. Нам это. Чиним. И опять же ещё раз чиним. Чё у нас там по миссиям вообще? Вот по миссиям. Есть чё-нибудь интересное? Древесина нам какая-нибудь. Ну я не знаю. Мне кажется, миссия за древесиной не очень выгодная вещь. То есть лучше, мне кажется, древесину собирать. Патронов, кстати, тоже уже немного остаётся. Надо кого-то за патронами отправлять. Три часа. За патронами пойду. Я вот. Он говорит. Я хочу. Хочешь, иди. Может, их двоих отправить. Шансы какие-то невеликие у него. 66%. Ну ладно. Больше 50 и пофиг. Пускай идёт. Хотя, если он не достанет патроны. А нам где патроны доставать-то ночь, чтобы пережить. Можно было, конечно, подстраховаться. Кого-то с ним отправить. Но зато мы чё. Чё. У нас один ещё парень остался. Может, какую-то новую стройку затеять. Чё у нас там. Что вообще можем? Можем бункер. Вон, четвёртый. Бункер где-нибудь поставить. И, в принципе, вы видите препятствия, ребят? Вы какие-нибудь препятствия видите? Нам поставить четвёртый бункер. Лично я, я не знаю. Вижу цель, не вижу препятствий. Пусть у нас будет ещё один бункерочек. Пока что его вот здесь воткнём. И пусть парень занимается этим делом. Долго, да? Конечно, понимаем. Долго строй. Потом, вот этот бункер, я всё думаю, может, его повернуть, чтобы, ну, кто приходит, чтобы сразу их встречать. Хотя, ну, как бы, в бока тоже неплохая штука. Вот этот, получается, бьёт в бока, вот где окна. Вниз-вверх. Нормально. Этот тоже, вниз-вверх. Вниз-вверх, да? Может быть, вот этот как раз сделать влево-вправо? Да ладно, вниз-вверх и пусть. Ну ладно, вот как-то так. Вот как-то так, наверное. Ладно, погнали. Погнали, чё? Все-все при деле, да? Время пропускаем. Блин, ребят, мне тут показали рекламу. Я просто хочу показать. Я в негодовании от этой рекламы. Это просто какое-то убожество. Но обычно тебе показывают какую-то рекламу, потом появляется крестик, ты это всё дело закрываешь и всё. Пошли нафиг. Идите нафиг, это реклама. Мне тут, смотрите, они какую-то рекламу показали, типа Орбит, Сладкая Мята, Тра-та-та. Там парень с девчонкой, они в какой-то комнате обнимаются, целуются. Тут стучатся родители и они быстро там одеваются. А парень, чтобы ещё быстро подготовиться, это мой отец, со встречей с отцом, он закидывает типа Орбит и встречает его с белоснежной улыбкой. Всё, в полной готовности. И они там типа розыгрыш какая-то, встреча, ну встретить свою там вторую половину там или ещё что-то в этом роде. Короче, они что-то там разыгрывают, видать какую-то фигню, где можно познакомиться с девушкой или там какое-то шоу, может быть, без понятия. Мне вообще неинтересно, что они там предлагают. Суть в чём? Они, вместо того, чтобы я просто мог закрыть рекламу, они мне тут теперь высвечивают табличку. Вдруг я хочу принять участие, да, вот в этой их ерунде, там встретить свою вторую половину и так далее. Тебе исполнилось 18 лет. Ну, понятно, если мне исполнилось, то я могу поучаствовать в их этой ерунде. Если не исполнилось, ну извините, я ставлю нет. И что мне тут в итоге высвечивается? Та-ра-та-та, какая-то фигня. Короче, мне просто какую-то ерунду высвечивают. Так, давайте попробуем ещё раз. Я вернулся назад? Нет, нет, нет. Мне не исполнилось. Смотрите, он мне предлагает какие-то автобусы собрать. Чёрт побери. Да, мне исполнилось. Всё равно автобусы нет. Нет, не исполнилось. Нет, всё равно. Найди на этой, выберите автобусы на этой картинке. Блин, на этой картинке есть хоть один автобус? Вот он, по-моему, если это автобус. Окей, идём дальше. Такси. Блин, я рекламу, и нафига мне вот эти пожарный гидрант? Это всё нужно, чтобы я доказал вам, что мне нету 18 лет? Да вы издеваетесь. То есть, я, ладно, я понимаю, когда реклама, посмотрел, нажал крестик, закрыл рекламу. Это что за издевательство рекламы, в которой мне нужно показывать, блин, светофоры? Я понимаю, знаете, вот эти капчи сейчас их делают. Нет, всё, можно я отсюда уйду? To Mars, Mars, Hello, Hello. Мне, блин, какая-то политика. Я не хочу участвовать в вашей политике. Верните меня просто в игру. Нафига вы мне это всё говно показываете? Ну вот, ребят, реально. Я должен принять какое-то соглашение. Я не хочу в этом всём фуфле участвовать. Я просто хочу играть в свою игру. Вы мне, вот что это за реклама, которую вот просто её нельзя закрыть? Вот, как бы, исполнилось? Да нет, мне не исполнилось. Тогда давай лодки соберём. Как бы, почему бы нет, да? Ну, реально, я не знаю. Обычно я, как бы, просто рекламу, я её, ну, как бы, сам смотрю, вас не заставляю смотреть. Но это просто, мне кажется, это какой-то пипец. Реклама, ты ещё посмотри рекламу, заполни капчу, подпиши какой-то там договор. Я просто не хочу в этом участвовать. Где кнопка? Я не участвую, верните меня в игру. Её нету просто, ребята. Благо, эта фигня лечится просто, знаете, вы свернули игру, развернули, и вроде там уже нету рекламы, можно играть дальше. Просто, как бы, неприятно, что они этот крестик не добавили, и тебе надо именно сворачивать игру, разворачивать что-то и так далее. Ну, короче, ладно, меня просто бомбит от каких-то вот этих новых реклам. Меня не то, что бомбит, но, мне кажется, меня должно было бы бомбить. Ой, ладно, чё, поехали дальше. Что у нас тут дальше, 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 дальше. Я, знаете, меня иногда, знаете, не столько бомбит, сколько я чувствую, что меня должно бы бомбить, и думаю, надо бы сыграть эту эмоцию. Ладно, так, ребят, смотрите, что у нас. Нам нужно, может быть, что-нибудь из постройки улучшить. Знаете, я бы вот хотел бункерочки прокачать. А, бункерочки фиг прокачаешь, да? Здание у нас обычно и так прокачано. Я хочу построить ещё один дом, ещё один шалаш, 7 древесин он стоит. Я бы ещё на самом деле, а даже, знаете, я бы ещё одну вышку построил, а не шалаш. Поэтому давайте мы просто выживших отправим рубить лес, ибо леса у нас нету. Потом, может быть, одна у нас сейчас всю ночь будет, да, на миссии. Может, ещё кого-то отправить на миссию? Вот, допустим, сюда. А, сюда мы и так уже идём. Остаются только вот эти миссии. Даже не знаю. Нет, мы никого не будем отправлять на миссии. Хотя, 10 морковок. А, 10 морковок, ребята, ребятушки. Не, нам надо кого-то отправить на миссию, а то я боюсь, что с голода могут сдохнуть. Ну, смотрите, у нас сейчас, вот она будет точно занята, да? Этот освободится. Мы тратили 15 морковок, а сейчас, не, я всё-таки кого-то отправлю на миссию. Знаете, хотя, кого лучше всего было бы отправлять? Этих парней с дробашами, они мне меньше всего нравятся. Вот, у нас как раз один есть свободный. Иди работай. Ну, они недалеко бьют, они, конечно, хорошо бьют, но недалёко. Недалёкие парни, скажем так. И пропускаем ещё 2 часа. Так, что у нас тут? У нас тут снайпер завершил миссию. Mission complete. Как ты справился? 67% шанс. Шанс небольшой. Цветочки. Зомби, победишь? Ну, победи, ты же нормальный снайпер. У тебя винтовка так неплохая. Он ещё и опыта заработал. Ну, и главное, что он для нас заработал ещё патронов, чтобы нам было, чем отстреливать зомби в эту ночь, да? Далее, что у нас? Морковочки. Вот она нам сигнализирует, что её мало. Ваши выжившие должны получать продукты каждый день. Ну, блин, смотрите, мы 15 сжирали. Двоих мы отправили на миссию. Можно посмотреть, сколько вы жрёте? Смотрите, этот жрёт 3. Этот жрёт 2. То есть, вместе они пятёрку съедят. Этот жрёт 4. Блин, он много жрёт. Вот, то есть, итого 9 выходит, и она ест 2. 10, 11 надо на них, чтобы вот эту всю делегацию прокормить. То есть, нам надо кого-то ещё отправить, выполнять миссию, потому что иначе этот кто-то помрёт. Так что мы вот эту девочку, неважно уже справиться, она там не справится, у неё маленькая интеллекта есть, у неё шансы больше, чем 50%. Но нам придётся сейчас тоже ей пожертвовать в эту ночь. А всё знаете почему? Потому что мы в прошлую ночь слишком много выживших выставили в бой. Могли бы одного сэкономить в прошлую ночь, и сейчас бы у нас бы хватило уже, чтобы прокормить четверых. Да, то есть, ну как бы, ну просто мне охота было устроить вот эту ночь полную бойцов. Но сейчас будет гораздо тяжелее. Так, ладно, чё, снайпер. Один парень с дробашом, один парень с пулемётом. С пулемётом, но без пулемёта. Но он всё равно стреляет, но как бы это... Так, давай сюда, наверное. Ты, наверное, здесь встречай тот, кто пойдёт. Вон этих бизончиков для начала. Вот здесь, наверное, постреляет, заодно по боссу, пока он будет вблизи мимо проходить. Нормально заряжает. Смотрите, как он, вот это... Боссы-то они живучие, он очень хорошо босса. Здесь через стену, я не знаю, достанешь ты или нет. Да, нормально. Вот они скапливаются у ворот. И босс, главное, подходит, что он босса уничтожит. Вот что хорошо. Стену нам поломали. Вот что плохо. А, тут, смотри, тут кометы ещё какие-то фигачат. Так, давай ты сюда. Блин, а с дробашом парень не достаёт. Давай-ка это, снайпер, сейчас поставим. Вот кто достанет. Сейчас мы, знаете, как сделаем? Или не, не, он уже сейчас и так справится. Суперудар нам ни к чему. Вот это вообще, кстати, прикольный тип. Смотри, как он быстро пересаживается. Его можно куда угодно кидать. Прямо это, прямо экстренный. Снайпер, а ты чё этих не бьёшь? Ты их не видишь, что ли? Их надо... Так, давай я тебе помогу стрельнуть. Помощнее сразу. Так, где наш... Я чё-то не вижу, где наш парень. А, блин, я его не туда посадил. Не туда посадил. Я его хотел в вышку и промазал. Блин, чё-то как-то тяжко. Так, давай сюда, быстренько. Ты нам сейчас кипиш наведёшь. А ты сюда, на вышку. Так, давай сюда, быстренько. Блин, а он ещё не добил этого здоровяка. Короче, косячу-косячу. Много не того делаю, чё надо. Вот так надо. Так, сразу вот этого куда-нибудь сюда поближе, где эти войска вражеские идут. Снайпера тоже на вышку пускай отбивается. Блин, а сейчас там снайпера снесут. Опасно всё. Так, на пора переезжать, ребята. Ой, блин. Ой, блин, ребята. Ой, блин, блин, блин. Блинский блин, мы снайпера потеряли. Хаб, да мы и базу потеряли. Вот что, ребят, значит это. Принять поражение ещё раз. За 40 минут. Да, мы примем поражение. Мне, кстати, вот это даже интересно. Мы сейчас принимаем поражение. Что у нас в итоге? Мне, знаете, мне даже было интересно. Как он нас откатит? Что у нас будет из героев? И как это вообще будет выглядеть? Посмотрите, новый рейтинг. Седьмой. Успех нам. Там что-то дают. Сундуки дают. Вообще, как бы это. Тут, на самом деле, очень важно, как вы начнёте игру. Чтобы вам получше играть, полегче было. Я плохо игру начал. Это первое. А, смотрите, я теперь могу выбрать, да, кто у меня будет. Какие четыре героя. Ну, давайте, допустим, во-первых, вот эта девочка, да, очень интеллектуальная. Во-вторых, наверное, возьмём вот этот дробаш, но он фиолетовый, он очень быстро позиции меняет, да. Возьмём снайпера, просто потому что снайперы, это хорошо. И возьмём, наверное, ну, самый прокачанный. Вот, ребят, боец пятого уровня. Парень с автоматом. То есть, два автоматчика. Видите, мы можем взять только четырех ребят на следующий уровень. И начинаем день двадцать пятый. Слушайте, а смотрите, как мы его начинаем. Мы его начинаем с... А, нет, смотри, мы жмём кнопку ремонт. Мы его начинаем с полностью починенной базой. Окей. Окей, окейушки. Здесь мы что получаем? Награду какую-то дают. Пистолет и всякие штуки для починки оружия. Самоцветы, окей. В принципе, мы ничего толком... Ну, хотя нет, почему ничего? У нас было шесть бойцов, да? Изначально, вот, мы начали это видео с двадцать пятой волны, шесть бойцов. А сейчас мы имеем четыре бойца. То есть, ну, как бы, понятное дело, стало у нас хуже. Кстати, смотри, я могу их сразу расставить. Это значит, что когда начнётся миссия, они именно так и будут, да, стоять. Ну, ладно, хотя это неважно, на самом деле. Можно и по ходу миссии переставлять. Так, ладно. Всё, всё это, всё построено. Древесина есть в загашнике. Сорок древесины есть. Можем ещё одну башню воздвигнуть где-нибудь. Причём прикольно, что всё починили. Мне даже, ну, как-то это... Можем ещё одно растение, как вариант, посадить. Мне кажется, вот здесь такая клеточка хорошая. Кто займётся этим? Займётся этим вот эта парниша. Потом на миссию выжившего искать пойдёт девочка. 91%. Конечно, неохота рисковать, но всё-таки 91% это очень высокий процент, поэтому она пойдёт в одиночестве, в гордом. И что у нас ещё? Что у нас по еде? 14 еды. Кого-нибудь хорошо бы за морковкой отправить. Пускай этим займётся кто угодно. Вот этот парень. 58%. Ну, блин, не отправлять же двоих за морковкой или отправлять? Да пускай шуруют. Они даже вдвоём, блин, всего лишь 92% дают. Просто что-то, ну, как это это... Катастрофическая обстановка в стране. Нехватка продуктов в питаниях толкает меня на то, что я двоих сразу бойцов отправляю за едой. С другой стороны, в этом, наверное, такого большого смысла на самом-то деле и не было. Потому что... Почему что? Так. Вот это, кстати, я хочу ещё камушки разгрести. Знаете, чтобы здесь забор поставить. Потому что, в принципе-то... Это у нас раньше было 6 бойцов, и они жрали там очень много еды. А сейчас-то у нас всего 4, они столько не жрут. Так, всё, смотрите, завершено. Миссия выполнена. 91% ну, должна справиться. Да, мы получаем выжившего. А, девочка наша получает опыт. Кто наш выживший, ребятки? Та-да-да, пам-пам-пам. Это эпическая поддержка. Отлично. Эпик-герои нам нужны. А то у нас такие простенькие. Я вижу красоту во всём, во всём, кроме свиней. И они меня просто бесят. Чё этот парень умеет? У него, короче, нормальный интеллект. У него нормальный интеллект. И он боец поддержки. И вы вдвоём. Не знаю, зря, наверное, двоих за морковкой отправил. Ну, ладно. Каждый получает по 25 опыта. И приносит 23 морковки. Всё, склад забит просто под завязку, ребята. Также у нас здесь... Так-так-так, не-не, погоди. А чё ты пишешь, завершено? А, это вот эту клетку мы собрали, да? Я-то думаю, при чём тут бункер? Мы же его вроде уже построили. Так, вот. Всё у нас в порядке. Чё теперь делаем? Наверное, запустим ещё сейчас как бы это, стройку какую-нибудь интересную. Стена мне интересна. Оборона. Оборона, ребята. Стен всё. Мы 10 из 10 поставили. На третьем уровне, кстати, базы будут ещё траншеи. Там ещё будут мины появляться. Знаете, я на самом деле вот не тороплюсь. А мне бы на самом деле самое лучшее было бы уже базу улучшать. И там пошли более серьёзные постройки, которые действительно будут мне помогать в обороне. Но для этого надо 60 древесины настучать. 60 древесины. Поэтому мы сейчас будем активно вырубать деревья вокруг нашего города. Ну и тем более, чтобы это в будущем они тут не спамили, не стояли, нам не мешали все эти деревья. Пошли, короче. Ты рубишь это деревья. А ночью она будет с нами, да? Ночью она будет, по-моему, с нами. Смотрите, какая здесь вообще толпа деревьев. Сколько у нас вообще? Эти деревья будешь рубить вот ты, новый наш интеллектуал. Кстати, по поводу оружия. Я умер, а как насчёт моего оружия? Оружие у нас, по-моему, всё осталось. Вот это оружие с большим уроном. У этого не очень. Хотя вот это вроде... Ну, как бы... Да, вот это пободрее у нас будет. Потом ты, парень, берёшь АК. Тебе пистолет. Ну, слава богу, что всё оружие сохраняется. Так, погодите. А где наш ещё один? Вот ты. Отлично. Всё, все при оружии. Все при деле. По-моему, те, кто рубит деревья, всё равно ночью будут с нами. Мы сейчас это дело проверим. Да, все здесь. Все пятеро. Так, можешь отдалить? Маленько. Я нифига не вижу. Как бы, блин, мне отдалить, блин, ребята? Очень неудобно. Нифига не вижу. О, смотрите, можно двоих за раз переселять. Я даже не знал. Так, на телефоне-то понятно. Я бы двумя пальцами это делал. А здесь как мне отдалить? Ладно, будем так ездить. Может, и нельзя никак. Мне кажется, можно было. Так, а где наш парень с дробашом? Вот чё я понять не могу. Я чё-то его не вижу. А он вообще был не высажен, что ли? Так, срочно вареников отстреливай. Ну, они, кстати, реагируют сразу. Видели? Они катились куда-то дальше. Как только в них выстрелили, они сразу согрелись. Так, у нас, ребятки, последняя волна. Даже, наверное, иди сюда. Что-то я смотрю, там снизу жестко пут. Так, давай сюда. Сейчас ты здесь пригодишься нам. Так, пока что норм, отстреливаемся. Так, кто у нас где сидит? Нам бы на другие линии тоже перевестись. Достанешь? Нет. Наверное, вот так в спины бей. Тоже там, наверное, прошлую-то партию, когда помер. Но, скорее всего, завтыкал, знаете. Когда ещё снимаешь, болтаешь, отвлекаешься. Так, как бы это, как-то вальяжно играешь. Не так сосредоточено, что там хлоп-хлоп переместил, там перекинул. Так, кто идёт, там чё, сразу смотришь, реагируешь. Как-то так, знаете, вот спустя рукава поиграл. Не думал, на самом деле, что проиграю. И поэтому, чё-то так не, это, недооценил врага в виде зомби, да. 26-й день. На самом деле, и видите, сколько сейчас видео ещё затянется из-за этой смерти. Что я хотел до 30-ки дойти. А даже не знаю, отойдём ли мы, нет. Сможем ли мы. Что у нас тут, ребята, теперь нам делать? 26 еды у нас. 16 патронов. Ну, кого-то мы на какие-то миссии, да, отправим. Отправим за... С морковкой всё в порядке. Хотя бы за патронами мы, наверное, отправим, допустим, вот этого парня. Пускай идёт. И оставшихся мы, опять же, займёмся расчисткой древесины, ребята. Блин, ну вот это 4. Охота что-нибудь такое увесистое, да, собрать. 14. Пускай 14 собирает. Один день. Сутки будет разгребать, но зато потом будет много древесины. Смотри, 14, 14, 28. А вот это сколько даёт? Это даже неизвестно, сколько нам даёт. Не, с ума цвета мы, конечно, тратить не будем. Ну, пускай тогда вот там кто остался. Не, а он пускай починкой займётся база. Всё-таки нам ещё воевать скоро придётся. Так. Два часа мы пропустили. Одно дерево срубили. Одну миссию выполнили. Так, чё теперь куда? Посмотрите, 14, 14. 28 будет. Да. Уже, уже, короче, набираем. Что это получается? 40. 54 у нас будет. 54. После того, как мы эти два дерева срубим. А нам нужно на базу 60 или 50? Что-то я уже запутался. Так, база, ратуша. Сколько ты стоишь? 60. У нас будет 50. Ещё надо какое-то дерево на 6 древесины срубить. Или может быть... Так, давайте. Сколько ты дашь? 12. А есть что-нибудь такое, чтобы прям тютелька в тютельку на шестёрек? Вот восьмёрек есть. Ну, с другой стороны, а зачем нам тютельку в тютельку? А потому что у нас всё равно склад больше не примет. Поэтому давайте. Есть какое-нибудь дерево именно на 6? О, смотрите. А тут я не могу. Тут нужен рейтинг, чтобы эти деревья пилить, которые далеко от базы. Типа, ты куда так далеко рубишь? Ты ещё не развился. Ну, ладно. Давайте тогда это. Деревьев на 6 нету. Тогда срубим вот это дерево на 8. А, нет. Это дерево на 4. Ну, вот это дерево срубим на 8. А, это на 12. Не, погоди. На 8. Да ё-моё. Где, где, где были эти деревья на 8? Вот. Ты, парень, руби. Ну, а девочку, девочку, кстати, смотрите, мы её можем ещё раз подкачать. Скорость плюс 1, оружие плюс 1. Из неё такой неплохой боец растёт. Единственное, что жалко, что она постоянно у нас где-то в миссиях. Она почти никогда не помогает нам дефать базу. И сейчас мы её, наверное, тоже куда-то отправим. Я не знаю, правда, куда за морковкой, наверное, да, её отправить. Или, в принципе, ночь-то сейчас сложная будет. Мы её в прошлый раз с ней не справились. Давайте попробуем её оставить дома. И пережить эту ночь с ней. Но тогда надо её на какую-то стройку назначить, да. Чё мы можем сейчас вообще вот такое построить? Мы, кстати, можем мины строить, ребят. Мины, ребят. А чё мы их раньше не строили? Чё они стоят? 100 монет. Давайте строить. Почему нет? Свирепая штука издаёт странные звуки и большой взрыв, если её привести в действие. Но не переживайте, я не буду чинить каждое утро. Так, смотри. Причём они ставятся. А поставил и всё, и больше нельзя. А она интересна. Её можно повышать уровень. Если она взорвётся, как её потом восстанавливать? И если она взорвётся, я надеюсь, она здание-то не коцает, только зомби, да? Есть ещё, вот смотрите, электрошокеры, там всякие пугало. Но это надо прокачать базу до третьего уровня. Ладно, ладно, ладно. Прохладно. Ну, блин, охота что-то построить, но мы всё-таки копим дерево, поэтому ничего строить не будем. Просто пойдём. Просто пойдём отправим девочку за морковкой. Нам бы потом, правда, ночью без этой девочки пережить. Это же будет сложная ночь, это будет, по-моему, та ночь, на которой мы не справились, да? Ну, не знаю, не уверен. Ладно, придётся мне всё-таки ещё один выпуск, ребята, для вас записать, потому что... Потому что что? Потому что охота добить вот эту шкалу до 30-го дня. Поэтому ещё одному выпуску по игре зомби-сурвайвл неминуемо быть. Но об этом уже в следующей серии. А у меня на этом всё. С вами был 11.1. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok